Всем привет! За окном февраль, снег, снимать особо нечего, а поговорить, как всегда, есть о чем. Поэтому сегодня на фоне моих летних съемок роз речь пойдет о двух вещах, которые кажутся на первый взгляд совершенно несовместимыми. А именно о том, как связаны фитогормоны и ложная мучнистая роса, то есть переноспороз. Вопреки бытующему мнению, что фитогормоны крайне вредны для наших любимых королев сада, я собираюсь применять их в своем розарии. Более того, с помощью гормонсодержащих препаратов буду восстанавливать розы, пострадавшие от вспышки ложной мучнистой росы осенью 2020 года. Прежде всего, стоит сказать, что в одном из предыдущих роликов, ссылочка на него на экране в верхнем углу, я рассказывала про механизм заражения растений переноспорозом и делала акцент, что данное заболевание лишает розу ауксинов, то есть фитогормонов. А еще из одного моего ролика вы уже знаете, что данный фитогормон ауксин вырабатывается непосредственно в верхушках побегов, и ссылка на этот ролик тоже вверху. Каждый молодой листик растения, пока растет, служит источником ауксина для корневой системы. Поражая молодые побеги, ложная мучнистая роса способствует приостановлению их развития. Листья покрываются пятнами, быстро желтеют, опадают, то есть растение лишается источников ауксина. Но самое интересное, что без данного фитогормона корневая система тоже не особо будет развиваться. Плюс ко всему, после зимовки многие веточки роз, пораженных ложной мучнистой росой в прошлом сезоне, нужно обрезать, потому что они оказываются покрыты пятнами, трещинами, и резать приходится очень кардинально, поскольку ложная мучнистая роса в укрытиях не дремлет и делает свое грязное дело, стремясь проникнуть в корень. Все эти факторы не придают розам сил, и если куст не лечить от переноспороза, особенно молодой, то развитие его будет очень плохим. Недополучающая ауксина роза не сможет нарастить мощную корневую, то есть недополучит питание и не даст нормальной вегетативной массы. А еще от количества ауксинов зависит работа и других фитогормонов. К примеру, только в паре с ауксином цитокинин запускает процесс деления клеток, способствует выходу почек из состояния покоя. Таким образом, получается, что если нет достаточного количества ауксина, то нет нормальной работы цитокинина, нет кущения и наращивания вегетативной массы, тем более, что и роста корневой, которая также будет способствовать наращиванию вегетативной массы, тоже без ауксина нет. И вот, чтобы разрывать этот порочный круг, мне пришло в голову логичное решение – помочь розам, страдающим от переноспороза, внесением в их рацион питания ауксина ранней весной, к примеру, или при первых весенних подкормках. Как я рассказывала, ауксины содержатся во всех укоренителях, к примеру, таких как корневин, гетероауксин и подобные препараты. Для себя я выбрала препарат Корневин Квантум, поскольку его состав позволит мне и подкормить розы, и насытить их столь необходимыми фитогормонами, а именно ауксином. В корневине Квантум содержится 19% азота, 19% фосфора и 19% калия, плюс гиперауксин, то есть вместо Валагара Мастер 2020-20, к примеру, я буду использовать этот препарат, этот укоренитель, который послужит мне сразу и подкормкой. Результат от использования данного средства, конечно же, буду внимательно наблюдать сама и поделюсь с вами, но уже в новом, конечно же, сезоне 2021 года. Данную тему, чтобы убедиться в своей правоте, я обсуждала с опытным агрономом, который развеял все мои сомнения и сказал, что на выработку фитогормонов любое растение тратит львиную долю своих сил, поэтому не стоит оставлять и без того ослабленные болезнью растения без помощи. Это укрепило меня в правоте моих мыслей, и я решила, что одним ауксином живые розы не будут, и поэтому к весне я прикупила немножко эпина про запас. Кто еще не знает, Эпин Экстра – это тоже гормональный препарат. Он имеет в своем составе определенный процент гормонов – брасиностероидов. Именно этим обусловлена его эффективность при спасении растений, в частности роз, которые переживают стрессовые условия и ситуации. А чем, как не стрессом, является сначала вспышка болезни, потом экстремальная зима с температурными качелями, вначале от плюса к минусу, а потом резкий – минус до минус 22 доходило. Весной еще и стрижка подкотовского предвидится в связи с тем, что многие розы, если не пострадали от переноспороза, то просто обмерзли. И как по мне, то это даже не стресс, а целая пытка для растений. Именно поэтому условная иммунная система роз крайне сильно нуждается в подмоге. Ну а самое главное, что хочу сказать, подытожить, не стоит забывать, что наряду со всеми гормональными препаратами-помощниками главную роль в здоровье роз играет правильная агротехника, полноценный уход за ними, сбалансированное питание с соблюдением дозировок, профилактика и лечение роз от болезней и вредителей. Без этого любой гормон на самом деле будет как мертвому при парке. На этом, пожалуй, буду закругляться. Роза, спасибо, что вы со мной. Рада делиться с вами приобретенными знаниями и опытом. В дальнейшем планирую делиться с вами результатами своих экспериментов. Поможет ли мне Ауксин, мы узнаем уже из летних видео. Возможно, даже в конце сезона, поскольку нужно посмотреть, как розы вообще себя чувствуют. На данный момент спасибо вам за внимание. Пока-пока. В качестве постскриптума хочу сделать небольшое пояснение, почему я решила использовать укоренитель «Квантум» как отдельную полноценную подкормку для своих роз, а не как дополнительную. Во-первых, я уже говорила о том, что корневин «Квантум» это полноценное сбалансированное минеральное удобрение с содержанием азота-19, фосфора-19 и калия-19%. То есть оно сопоставимо по своим качествам с любым минеральным удобрением по типу «Валаграмастер-20-20-20». Просто процентовка немножечко на 1% меньше. То есть этот препарат может служить полноценным удобрением, если его использовать в таком ключе. Дальше. Очень важно помнить, что при наличии на участке возбудителя ложной мучнистой росы или любой другой патогенной микрофлоры, это та же марсенина, черная пятнистость или мучнистая роса, очень важно не перекармливать розы, особенно азотом. Это касается и органических подкормок, это касается и минеральных подкормок, потому что избыток азота в грунте питает не только ваши розы, но еще и патогенную микрофлору. То есть все вот эти патогенные грибки, они только спасибо вам скажут, если вы будете кормить розы азотом. И потому что им от этого хорошо, и потому что розы становятся более уязвимы, когда они жируют на азоте. Более уязвимы к вредителям, более уязвимы к грибкам. Вот поэтому одна из первых весенних подкормок будет заменена данным препаратом. И данный препарат, глядя на его состав, я буду использовать как полноценное минеральное удобрение, а не как дополнительное. Потому что такими дополнениями можно просто привести розу к излишнему жированию и можно привести к тому, что патогенная микрофлора только начнет множиться. Поэтому вот так, вот оно золотое правило, лучше не докормить, чем перекормить.